В зале более двух с половиной тысяч человек, в основном молодежь, школьники, студенты, рабочие. Форум общественности Самарской области, экстремизму нет. Мнение высказывают представители власти, студенческих организаций, руководители образовательных учреждений. Герой России Владимир Шаманов сегодня представляет Самарский регион в Государственной Думе. Он вспоминает, как в 80-е годы именно с экстремистских выступлений начался распад Советского Союза. Люди моего поколения помнят, как националисты громили МВД в городе Кишиневе. Какие волнения происходили в Берганской долине, события в Вильнюсе и других странах Балтии, когда реально подменялись ценности. К чему приводит экстремизм в наши дни, видно по событиям на Украине. Самая богатая Республика Союза оказалась отброшенной на уровень африканских стран. Подобные выступления пытаются организовать и в России, причем идеологи распада страны в качестве основной ударной силы пытаются привлечь именно школьников и студентов через интернет, которые зачастую приходят на митинг и не понимая, что происходит. Важно объяснить каждому, что последствия могут быть необратимыми. Я обращаюсь к старшеклассникам и студентам от имени ваших родителей. Мы в свое время пережили развал великой страны и хотим, чтобы вы никогда не узнали, что это такое. Вы все тоже скоро будете мамами и отцами. Так спросите себя и своих друзей. Хотите вы вместе со своими будущими детьми стать беженцами, лишиться права на мирную жизнь? Нам, молодежи, не покутись экстремизмом. Мы должны показать, что у нас гораздо больше, что мы готовы делить ответственность с государством. И экстремизм у нас не пройдет. Сегодня, когда на смену лихим 90-м годам пришло время созидания, оказалось немало тех, кто вставляет палки в колеса развития страны, в том числе и в Самарской области. Сейчас снова строится школа, развиваются вузы, открываются новые производства. Уже через год регион будет принимать всемирный спортивный праздник. Для каждого молодого человека важно делать выводы, от которых зависят будущее страны. А будущее – это бы. Поэтому я хотел вам пожелать счастливого будущего. Но оно может быть только тогда, когда мы будем думать, когда мы не на эмоциях, не эмоциями будем руководствоваться, а когда мы будем руководствоваться трезвым умом. Глубоким анализом. Из принципа дорогного – 7 раз отмерить, но один раз отмерить. Судя по настроениям в зале, было видно, что большинство молодых людей понимают, что лишние проблемы стране точно не нужны. И от участия в сомнительных акциях отказываются. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Уже активный год. Продолжение следует...